В центре внимания на прошлой неделе была популярна на рынке Форекс пара EURUSD. 24 сентября состоялись парламентские выборы в Германии, и теперь уже трейдеры постепенно теряют интерес к единой европейской валюте. Пара EURUSD стремительно снижается, приближаясь к минимуму четверга вблизи уровня 1.1860. Итоги голосования в Бундестаг обескуражили инвесторов. Госпожа Меркель предсказуемо остается в должности канцлера на четвертый срок. Однако ситуация неоднозначная, учитывая риск возникновения трудностей с формированием коалиционного правительства. Причиной тому послужил тот факт, что ХДС и ХСССР, а также социал-демократы набрали минимальное за всю послевоенную историю страны число голосов от избирателей. На положение евро против доллара США эта новость оказала давление. Инвесторы обратили внимание и на еще один негативный сигнал. Согласно данным экспертов Института АФО, в этом месяце индекс делового климата в Германии снизился до 115,2 пункта, в то время как аналитики прогнозировали рост до 116. Упала также оценка текущей экономической ситуации в Германии и деловые ожидания. Но стоит отметить, что значение делового климата по-прежнему располагается вблизи максимумов. Но это не останавливает напор медведей по паре евро-доллар США. Эксперты отмечают, что падение единой европейской валюты против доллара происходит по причине расхождения курсов монетарных политик ЕЦБ и ФРС. Сегодня ожидается выступление представителей Центробанков. Экономисты ожидают ястребиный настрой Федеральной резервной системы в отношении будущего монетарной политики, в то время как глава Европейского Центробанка Марио Драги наоборот, скорее всего, будет сдержан в своих прогнозах. Стоит отметить, что чиновники ЕЦБ на данный момент будут делать все возможное, чтобы сдержать ралли евро, борясь с перекупленностью национальной валюты. По прогнозам аналитиков, евро продолжит свое снижение против своего главного конкурента.